Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для тепловой обработки, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка – один из основных и наиболее часто применяемых технологических процессов, в результате которого сырье и мясопродукты претерпевают сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт. Цель тепловой обработки может быть различной. Подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке, доведение продукта до состояния готовности к употреблению в пищу, предотвращение или уничтожение развития микрофлоры в готовом продукте или при его хранении. Выделение из сырья составных его компонентов. Изменение структурного состояния продукта. Тепловая обработка осуществляется следующими способами. Погружением в жидкую среду, вода, растительное масло и другое. Воздействие паром, воздухом, паровоздушной, пароводяной, дымовоздушной смесью, электроконтактным нагревом, энергией СВЧ, инфракрасным излучением, комбинированием перечисленных способов. Среда, которая передает теплоту продукту, называется теплоносителем. Передача теплоты продукту может быть прямым контактом или через теплопередающую стенку поверхность. Пар, как теплоноситель, в первом случае называется острым, а во втором случае глухим. Для тепловой обработки сырья и мясопродуктов применяют оборудование непрерывного и периодического действия. В зависимости от глубины проникновения теплоты в продукт, оборудование можно разделить на две. группы для поверхностной и объемной обработки. В первую группу входит оборудование для шпарки и опаливания. Оборудование второй группы предназначено для варки, запекания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, вытопки, жира, обесклеивания шрота, деаэрации, копчения, сушки и выпаривания. Рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для шпарки и опаливания. Оборудование этой группы предназначено для тепловой обработки поверхности мясного сырья в целях его подготовки к дальнейшей переработке. Шпарка это кратковременная тепловая обработка поверхности туш свиней, шерстных и слизистых субпродуктов. При температуре теплоносителя воды пара от 51 до 83 градусов Цельсия с целью ослабления связи между подлежащими удалению частями, например, волосом, щетиной, слизистой оболочки, эпидермиса и самим объектом. Свиные туши в шкуре подвергают шпарке в том случае, если свинину направляют на выработку бекона и ветчинных изделий, частично для снятия крупона. Шпарку проводят в воде или пароводяной смеси температурой от 63 до 65 градусов Цельсия в течение от 3 до 5 минут. Цель обработки это ослабление луковиц щетины, которую потом удаляют машинами или вручную. Режимы шпарки субпродуктов зависят от их вида. Говяжьи языки обрабатывают горячей водой, температуры от 75 до 80 градусов Цельсия в течение 3-4 минут. Свиные полторы-две минуты. Бараньи одну-полторы минуты. Рубцы и элитошки при температуре от 62 до 65 градусов Цельсия. Говяжьи 2-3 минуты, свиные от 8 до 12 минут. Шерстяные субпродукты обрабатывают при температурах от 65 до 68 градусов Цельсия от 4 до 10 минут. Оборудование для шпарки бывает периодического и непрерывного действия. Горизонтальным шпарильные чаны и ванны и вертикальным шпарильные камеры. Чан шпарильный конвееризированный К7ФШ-2К. Представляет собой прямоугольный резервуар из толстой листовой стали, усиленный каркасом. На каркасе смонтирован конвейер с люльками для укладки туш, подвергаемых шпарке. Конвейер перемещается по уголковым направляющим путям, приваренным ко внутренним поверхностям боковых стенок резервуара с помощью привода, расположенного под передней стенкой резервуара на каркасе. На верхних полках каркаса имеются душевое и фиксирующее устройство для удержания туш от всплытия. Вода в душевое устройство подается центробежным насосом, установленным на кронштейне правой боковой стенке резервуара. На правой верхней полке каркаса установлен механизм синхронизации, связанный цепной передачей с приводным валом конвейера. На правой боковой стенке резервуара пара провод с регулятором температуры воды в чане. На слайде показана схема работы чана шпарильного конвейеризированного К7ФШ-2К. Шпарки подвергают свиные туши, уложенные в люльки перемещающегося конвейера. При полной шпарке туши удерживаются от всплытия трубчатыми зажипами с грузами фиксирующего устройства. После нагрева воды до 62-65 градусов Цельсия и пуска конвейера двое рабочих скатывают тушу свиньи в люльку и укладывают ее строго ориентированно брюшной частью вниз, что особенно важно при частичной шпарке. Цепь конвейера перемещаясь по направляющим постепенно утапливает люльку вместе с тушей. Скорость конвейера устанавливается таким образом, чтобы время шпарки соответствовало технологическим требованиям и было в пределах от 2 до 4 минут, в зависимости от возраста животных. По окончании шпарки направляющие выводят цепь с люльками из воды. При повороте люльки на приводной звездочке происходит выброс туши на приемный стол скреп машины. Температура воды в чане поддерживается вручную с помощью запорного вентиля или регулятора на паропроводе, осуществляющего равномерную по длине резервуара подачу пара в воду через смеситель. Уровень ее при полной и частичной шпарке путем поворота коромысла сливного устройства, расположенного на задней стенке резервуара. В шпарильных камерах осуществляется шпарка туши в вертикальном положении. Внутри камеры проходит конвейер продолжения конвейера обескровливания. Вдоль него по обеим сторонам расположены форсунки для разбрызгивания горячей воды. Пол камеры имеет уклон к сливному патрубку, закрытому сетчатым фильтром. С наружной стороны камера покрыта защитным слоем теплоизоляции. При прохождении через камеру туши обильно орошаются горячей водой. Поскольку горячей воды расходуется много, то использованную воду не сливают в канализацию, а применяют повторно. Она поступает через сливной патрубок фильтра, где очищается от грязи и щетины. И после дополнительного подогрева снова подается центробежным насосом на форсунки шпарильной камеры. В шпарильной камере туши обрабатывают непрерывно, не снимая с конвейерного пути. Производительность камеры 250 голов в час. Ванны применяют для предварительной шпарки субпродуктов. Ванны имеют прямоугольную форму. С внутренней стороны обшиты нержавеющей сталью, а с внешней черным прокатом. Пространство между внутренней и внешней обшивкой заполнено теплоизоляцией. Вместимость ванны 400 литров. Вода температуры 60-65 градусов Цельсия подводится в ванну через патрубок 3, отводится через патрубок 8. Для подогрева воды и поддержания необходимой температуры в ванной имеется барботер. Ванна рассчитана на одновременную загрузку 4 корзин до 45 кг каждая. Корзины прямоугольные, сварные из листовой нержавеющей стали с перфорированными стенками. На торцевых поверхностях имеются цапфы, соединенные с коромыслом, предназначенным для переноса и опрокидывания корзин при их разгрузке. Опаливание выполняют для удаления сжигания остатков волос и эпидермиса при обработке тушь свиней и шерстяных субпродуктов. Одновременно поверхность продукта дезинфицируется, а при обработке шерстяных субпродуктов приобретает специфический приятный запах и желтовато-коричневый цвет. Процесс осуществляется при температурах от 600 до 800 градусов Цельсия, а температура открытого пламени достигает 1000 градусов Цельсия. Опаливанию влажных субпродуктов предшествует подсушка отходящими из опалочной зоны газами температурой 300-400 градусов Цельсия. Для опаливания применяют опалочные печи периодического и непрерывного действия. При ручном опаливании части свинных тушь используют факельные горелки. Опалочная печь К7 ФОЖ состоит из опорной рамы, подвижных полуцилиндров, механизма передвижения полуцилиндров, приспособления для задерживания тушь, вытяжного зонта, трубопровода для подачи топлива и пара воздуха к специальным форсункам. Топливные системы предназначены для создания факела опалки в плоскости между полуцилиндрами. Рама, на которую опираются полуцилиндры, выполнена из шевеллера и толстой листовой стали. К ней также крепится механизм передвижения полуцилиндров, представляющий систему рычагов, через которые полуцилиндры перемещаются вручную или воздухом паром. Полуцилиндры футерованы с внутренней стороны огнеупорным кирпичом с прокладкой минерального войлока и асбеста. В период рабочего цикла полуцилиндры образуют емкость, в которой происходит опаливание туши. Приспособление для задерживания туши позволяет фиксировать ее при помощи пальца в центре печи в период опаливания. При открывании печи туша выкатывается по наклонному рельсу. Вытяжной зонт предназначен для вытяжки отработанных газов и пара. Свиная туша поступает к печи в вертикальном положении. Рабочий приводит в действие рычагом механизма, который раздвигает печь на две половины. Туша по наклонному подвесному пути направляется в печь, где задерживается пальцем. В это время рабочий сдвигает полуцилиндры печи. После окончания опалки печь раскрывают и туша по наклонному пути отводится из печи. Одновременно в печь поступает неопаленная туша. Рельс подвесного пути, проходящий через печь, охлаждается водой. Опалочную печь К7ФО2Е применяют для непрерывной опалки туш свиней, полной и со снятием крупона. Она состоит из боковых опустотелых щитов, вытяжных зонтов, устройства для ориентации туш, подвесного пути, водопровода для его охлаждения, контрольного электрода, горелочного устройства, запальника. Газ природный или сжиженный поступает в горелочное устройство печи, где за счет инжектирования образуется горючая смесь, которая выходя из отдельных смесителей попадает в горелочный туннель, общий для вертикального ряда горелок. Туши опаливаются, проходя через печь. В пустотелых боковых щитах и двойных стенках вытяжных зонтов движется охлаждающий воздух, что препятствует перегреву стенок печи и преждевременному прогоранию зонтов. Вода, выводимая на участок подвесного пути с трубопроводов, охлаждает его направляющую для туш и используется для орошения после опалки. При опалке свиней со снятым крупоном горелочные устройства печи, соответствующие его расположению, отключаются, а высота пламени регулируется по верхней границе крупона поворотными щитками. Опалочная печь Я4ФОШ предназначена для непрерывной опалки остатков волоса с шерстяных субпродуктов. Станина печи сварной конструкции из профильного проката, на которой установлен чугунный барабан, вращающийся на двух парах опорных роликов, укрепленных на станине. В передней части барабана, вращающегося с частотой 0,13 оборотов в секунду, на станине установлены загрузочный люк и патрубок для отвода продуктов горения. Задняя часть барабана открыта для непрерывного выхода опаленных субпродуктов. Кроме того, в задней части барабана для создания зоны горения имеются 362 отверстия диаметром 22 мм, через которые пламя подается внутрь барабана. Под барабаном расположен газовый коллектор с горелками. Газ к горелкам подводится по трубопроводу от газогенераторной станции или общей газовой сети через штуцер, расположенный в середине коллектора. Расход газа составляет 12-15 кубометров в час. Снаружи барабан закрыт кожухом, который на месте установки изолируют теплоутеплительными, теплоизоляционными материалами. Привод барабана смонтирован на площадке, закрепленной в нижней части станины. И состоит из электродвигателя мощностью 0,6 кВт и червячного редуктора, соединенных муфтой. На выходном валу редуктора установлена звездочка 15, которая с помощью цепи соединена со звездочкой 5, насаженной непосредственно на барабан. Печь монтируется с уклоном 4-8 градусов в сторону выхода опаленных субпродуктов и крепится фундаментными болтами. Через загрузочный люк в печи загружаются субпродукты, прошедшие обезоволошивание в центрифуге. Расположенными вдоль всего барабана горелками сжигаются остатки волоса. В результате вращения и наклона барабана осуществляется непрерывная обработка и выгрузка субпродуктов из печи. Технические характеристики опалочных печей представлены в таблице на слайде. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах. Подпишитесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.